МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока в СБУ ему подозрения пишут. Золотая коммуналка. Кому уже готовятся к очередному тарифному повышению? Поивне закона, как в Харьковской области, казенные земли частными делали. Запуск новых украинских ракет класса «Земля-воздух» все же состоялся. Стреляли с полигонов Херсонской области. Напомню, накануне военные и дипломатические ведомства Украины и России обменялись порцией угроз. Москва в этих маневрах усматривала опасности, грозила ответным ударом. Киев говорил, учиться будем, несмотря ни на что. И военные учились стрелять. Как прошел первый день испытаний, расскажет Кирилл Ющишин. Учения украинских военных начались, как и было запланировано, сегодня утром. В общем, в небо выпустили 16 ракет класса «Земля-воздух». Это новая украинская разработка концерна «Укроборонпрома». В качестве мишени использовали беспилотные самолеты разведчики ВР-3 рейс советских времен. Представители ВВС отметили, ракеты запускали, как и планировали, в Черное море. Траектории проходили примерно в 100-130 километрах от Крымского побережья. Учения ракеты облучили в тихо, и можно сказать, что сегодня строительные силы работали на ВВС. Вначале они были достаточно масштабными. В них были залучены даже боевые транспортные авиации, предоставители из земляных ракетных и технических веществ. Несмотря на угрозы со стороны России сбивать запущенные ракеты и даже нанести удар по позициям украинских войск, если испытания начнутся, все прошло спокойно. О том, что такие учения важны, говорил сегодня и президент Украины. Как отметил Петр Порошенко, за последние 20 лет система противовоздушной обороны была фактически уничтожена, и восстановить воздушную защиту страны просто необходимо. Незваживая на угрозу Российской Федерации, мы сегодня и завтра проводим заплановленные научения, в том числе и випробование керованных зенитных ракет. И никто нас не остановит. Мы будем действовать в интересах безопасности украинского народа и украинской державы. Учения не нарушают никаких международных норм и проходят исключительно на территории Украины, заявил министр обороны Степан Полторак. При этом он считает, что Россия может представлять угрозу для Украины. Мы ситуацию следствуем. Провокации от Российской Федерации можно ожидать завжди. Поэтому я думаю, что мы абсолютно правильно поступаем, что мы проводим те научения, которые нам очень нужны, для того, чтобы сместить обороноздательность. По данным российского интерфакса, за ходом военных учений наблюдал самолет НАТО. Поднялся он с базы Гейлинг-Хирхен в Германии и целый день кружил в воздушном пространстве Румынии. Неудобства от сегодняшних стрель почутили пассажиры только трех гражданских рейсов из Мюнхена, Шарм-эль-Шейха и Дубая. Их посадку в аэропорту Одессы задержали на несколько часов. Завтра воздушное пространство над югом Украины снова закроют для гражданской авиации с 10 утра до 2 часов дня. По киевскому времени в Херсонской области продолжатся испытания новых ракет. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер, Херсон. А украинские пограничники в водах Дуная задержали сухогруз Skymoon под флагом Танзании. Выяснилось ранее, это судно неоднократно заходило в порты аннексированного крымского полуострова. Капитан сухогруза гражданин Ливии, а 8 членов экипажа сирийцы. Во время конвоирования задержанного судна в порт Рени капитан попытался посадить его на мель, но пограничники помешали. Молчок об Украине. Российский президент сегодня в ежегодном обращении к нации ни слова не сказал ни об Украине, ни о Донбассе, ни о Крыме. В отличие от предыдущих нескольких лет. Рассказал, каким в дальнейшем будет внешнеполитический курс государства и отметил миролюбивые намерения страны. В отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов. Нам нужны друзья. Тем временем на востоке Украины сегодня снова ранены наши военные. По-прежнему самая напряженная ситуация в районе Мариуполя. На Луганском направлении боевики стреляют по Новоалександровке и Новозвановке. Подробнее о том, что происходит на передовой. Ирина Баглай. Село Катериновка у боевиков как на ладони. За ним наблюдают с нескольких позиций. Одна из них бывшая школа. Теперь место корректировщика огня. Белая крыша. Ее хорошо видно. Оттуда все наши позиции тоже видно. Там наблюдательный пост. Три-четыре человека там дежурят, наблюдают. Оптика хорошая, прекрасная. По Катериновке боевики не стреляют. Военные лишь на горизонте по ночам замечают вспышки от выстрелов минометов и более тяжелых орудий. САУ. Стреляют из Первомайска. Это дальше за молодежным. Дальше там так называемая дача Первомайска. Не удалось спровоцировать военных. Боевики разворачивают пушки и бьют по своим же. В последний раз стреляли позавчера в ночи. Тоже спалахи, если злиться. Ну и в ту сторону. Коли одиночные, коли тевуничь бывают, что стреляют. И куда и в який биг? На Первомайск переважно. На этом холме уже виднеется. Это оккупированное боевиками село Молодежное. Если спуститься здесь недалеко по прямой, то можно попасть в село Серая Катериновка. Что и делают время от времени беспрепятственно наемники. Заходят ли чужие с оружием? Люди отвечают неохотно. Тут не должно никого быть. Никого не должно быть. Это Серая Катериновка. Да, отрезаны. Попасно, я не могу пройти туда. Надо мне 40 километров обойти. До Попасной с этой стороны села действительно рукой подать. Но дорогу давно перекрыли. На этой окраине остались жить в основном старики. Где жилой дом, где брошенный, а где может засесть враг, уже и не разберешь. Вот и не ходят люди дальше своих дворов. Разве что к колодцу, да и за углем. В этой части села ни магазинов, ни аптек, одна надежда на ГУМ-помощь. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Игорь Щепет из Луганской области. Подробности, телеканал Интер. Военная мощь Украины усилилась. Об этом свидетельствуют данные глобального индекса милитаризации. Он учитывает, в частности, сколько денег страна тратит на оборонку. Украина с 23-го места поднялась на 15-е. Россия занимает 5-е место, США 31-е. А самой милитаризированной страной остается Израиль. Уже завтра в Святошинском райсуде столицы будут допрашивать экс-командира роты беркутовцев Святослава Шуляка по делу о расстреле майдановцев. А сегодня заслушали одного из потерпевших активистов. Львовянин Василий Голомэ рассказал все подробности кровавого утра 20 февраля 2014-го. Какие именно, знает Ирина Романова. Если в понедельник, когда допрашивали беглого президента, журналисты еле разместились в двух залах Святошинского райсуда, то сегодня камер немного. В повестке дня один пункт допрос потерпевшего. Василию после перенесенных операций на ноге стоять трудно. Судья предлагает присесть, но тот отказывается. На Майдан, вспоминает Василий, впервые приехал из Львова ровно три года назад. Второй раз 19 февраля 2014-го. Весь день помогал выносить вещи из горевшего дома профсоюзов. А 20-го проснулся от громких взрывов и выстрелов, которые доносились из-за стелы на Майдане. Как все было, потерпевший предлагает судье посмотреть на видео и фото. Митингующие, рассказывает Голома, использовали коктейли Молотова, чтобы создать защитную стену из огня и дыма. И правоохранители стали отходить вверх по институтской. Активисты двинулись за ними, а сам Василий забежал на мостик, ведущий к Октябрьскому дворцу. Позже, спустившись на улицу, Василий предложил митингующим сделать забор из щитов, чтобы прикрыть тех, кто выносил раненых. В этот момент в него и попала пуля. На вопрос прокурора, откуда именно стреляли, пострадавший предположил со стороны Нацбанка, где в это время находились правоохранители. А как же биты и нож, которые хорошо видны на фото, интересуются адвокаты беркутовцев. Перекрестный допрос длится более четырех часов. Наконец Василия, у которого вечером поезд во Львов отпускают. На следующей неделе в суде ждут новых потерпевших. По этому делу их проходит более двухсот человек. А завтра здесь хотят заслушать показания экскомандующего внутренними войсками МВД, который вместе с Януковичем два года назад сбежал в Россию. Это свидетельствует защиту, которыми инициировали его допит. Что касается Шуляка, он был одним из руководителей структурных подразделений Министерства внутренних справ. Поэтому, очевидно, есть информация про то, что происходило на Майдане. Допрос Шуляка, как и Януковича, будет проходить в режиме видеоконференции из Ростовского областного суда. Начало назначено завтра на 13. Ирина Романова, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер. А вот другой суд, Шевченковский, продолжает блокировать пострадавшие от рук беркутовцев в ночь на 30 ноября 2013 года. Со вчерашнего дня они не покидают зал заседаний, где должно было состояться слушание. Рассмотрение дела тогда перенесли на 7 декабря из-за неявки прокуроров и двоих из четырех подозреваемых. Люди выступают против затягивания, рассмотрения дела и того, что беркутовцы под домашним арестом, а не под стражей. Вот что об этом сказал Юрий Луценко. Домашний арест – неадекватный злочин, в яком подозреваются или в которых звинувачиваются эти люди. Тем не менее суд принял те решения, которые он принял, и закон забороняет мне ставить под сумнів справедливость такого решения. В разе, что судовое заседание начнется, прокурор будет занимать ту же принциповую позицию, которую занимают и нынешние активисты. Просто прокуратура мусит делать и в законодавчевом поле. Об этом Юрий Луценко заявил на совместном брифинге с исполняющим обязанностей главы нацполиции Вадимом Трояном. А вот у него журналисты пытались разузнать, как продвигается расследование громкого дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Но внятных ответов не последовало. В этой справе займаю участь и кооперативно. Какие задания следствий нам дает Геннага, на протяжении мы выполняем? Следствия, то, что они могут, вы понимаете, это только следы могут принять их, что они должны решить. Напомню, Павла Шеремета убили 20 июля средь белого дня в центре Киева. Автомобиль, которым он управлял, взорвался. За 4 месяца расследования, которое проводит нацполиция, никаких результатов нет. Более того, сам Троян на тот момент замглавой МВД был в центре скандала. Его подозревали как раз в слежке за убитым журналистом. Сам Троян все отрицает. Трагедию 2 мая в Одесском Доме профсоюза необходимо расследовать и наказать виновных. Об этом заявили польские сенаторы и депутаты Сейма во время круглого стола в Варшаве. Украинскую сторону представляли родственники погибших правозащитники и нардеп от оппозиционного блока Николай Скорик. Он отметил, что Польша один из главных друзей Украины и выразил надежду, что именно Варшава поможет в расследовании пожара на Куликовом поле. Напомню, 2 мая 2014 года в Одессе погибли 48, а пострадали более 250 человек. Расследование этого дела до сих пор не завершено. В октябре прокуратура Одесской области назвала виновным погибшим при пожаре депутата облсовета регионала Маркина. Вместе с тем, одесской трагедией уже заинтересовались в международном уголовном суде. Без вмешательства международных сил этот вопрос, скорее всего, невозможно будет решить, потому что в него вовлечены влиятельные люди. Установить виновников трагедии и провести расследование может и международный уголовный суд. Часть непосредственных виновников довольно легко идентифицировать, но это в сущности политическое решение. Главная ценность – это человеческая жизнь. И никакая идеология не стоит человеческой жизни. То, что произошло на Майдане, должно быть расследовано. То, что произошло в Одессе 2 мая, должно быть расследовано. Действительно, без каких-то политических лозунгов, а на основе нормального проведенного следствия. Дымовые шашки и петарды сегодня вновь использовались на Майдане. Активисты ООН, правого сектора и других националистических организаций устроили акцию в честь годовщины событий 1 декабря 2013-го. Тогда на центральной площади столицы состоялся марш миллионов, а сегодня пришло несколько сотен активистов. Собрались на Майдане и колонной в сопровождении полиции пошли на банковую. Перед администрацией президента их встретили правоохранители, в сторону силовиков полетели фаеры, огонь быстро локализировали, а митингующие стали бросать снежки. И вот, как нам стало известно, бойцы корпуса АЗОВ, направлявшиеся в столицу для участия в акции националистов, на участке трассы Золотоноша-Киев ограбили магазин на заправке. Унесли выпивку и продукты. Правоохранители догнали их в Переяслав-Хмельницком. По какой статье будет возбуждено дело, об этом мы хотели узнать в МВД и направили соответствующий запрос. Еще один служитель Фемиды погорел на взятке. На этот раз в столице. Судья Киевского апелляционного админсуда вымогал за нужное решение 5000 долларов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил руководитель САП Назар Холодницкий. Теперь задержанному грозит тюремный срок до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права носить мантию. По словам Холодницкого, антикоррупционные прокуроры и детективы НАБУ намерены быстро завершить досудебное следствие. Газовое дело, махинации, а теперь и госизмена. Лишенного неприкосновенности нардепа Александра Онищенко СБУ подозревает в работе на российские спецслужбы в обмен на паспорт РФ. Свои серьезные претензии и у генпрокуратуры. Впрочем, и у нардепа есть папочка. Мы собрали мнение всех, включая беглого Онищенко, которого разыскали в Париже. В СБУ уверяют, у Онищенко российский паспорт. В службе безопасности уверены, Онищенко работал на ФСБ и собирался использовать свое влияние, чтобы расшатать ситуацию в Украине. Он согласился на сотрудничество с российской владой для определенной дестабилизации ситуации в Украине. В ходе визитов в Россию находился под наблюдением российских спецслужб. Анализ отдельных результатов, которые уже легализованы, свидетельствует о антидержанскую позицию гражданина Онищенко. И на думку следствия, такая позиция инспирована спецслужбами РФ. Интересует Онищенко и генпрокуратуру. Глава ведомства Юрий Уценко рассказал, что нардеп имел отношение к нефтной вышке в Херсонской области. Откуда шел газ в оккупированный Крым? Пан Онищенко уплав в соответственную угоду и с государственными газовыми структурами и начал заниматься этой лыжей. Наши материалы свидетельствуют о том, что с тех пор газ без належного документального оформления шел в оккупованный Крым. С моей точки зрения, это означает противозаконную спецпрацию с оккупационным режимом. Его, напомню, также подозревают в организации схемы по продаже купленного у госкомпании газа своим же фирмам по заниженным ценам. Убытки оцениваются в сумму около 3 миллиардов гривен. Сам депутат, известный любовью к красивой жизни, и сегодня привычкам не изменяет. Из Лондона на несколько дней переехал в Париж. Остановился в пятизвездочной гостинице Плаза Аттене. Все обвинения считают провокацией. И вот что ответили по обвинению Луценко. Мы забрали это месторождение. И газ с этого месторождения идет на город Херсон. Учитывая, что город Херсон потребляет, грубо говоря, одну треть из того, что там добывается, мы написали все письма, чтобы этот газ шел, построили новую газотранспортную систему, газ шел на Украину. Но учитывая, что так газотранспортная система расположена, что газ может только идти через Крым. Потому что он сначала уходит в Крым, а потом идет на нас. Что касается обвинений СБУ, Анищенко шутит, что он скорее агент ФБР, чем ФСБ, поскольку, как заявил, передал американцам компромат на действующую власть. В Украине, как заявляют в администрации президента, Анищенко ждут правоохранители со всем его компроматом. Но беглец в Украину пока не собирается. Напомню, депутатскую неприкосновенность с Анищенко сняли по требованию генпрокуратуры, но у депутата хватило времени, чтобы выехать из страны. Вначале в Россию, а после в Великобританию. Александр Котов, Борис Шелин. Подробности телеканал Интер. Анищенко получение скидки опровергает, а расследование называет сведением политических счетов. Но, как бы там ни было, по закону, такой подарочек он должен вернуть и заплатить штраф от 70 до 130 тысяч гривен. Идем в Европу, но с коррупцией не боремся. Наоборот, продолжаем использовать старые накатанные схемы. Так, журналист Алексей Тамразов у себя в Facebook описал ситуацию вокруг закупок нацполицией гибридных моделей Mitsubishi Outlander по завышенной стоимости. По его словам, выбор МВД не случайно пал именно на эту модель японского бренда. Ведомство намеренно выбрало авто, которого на украинском рынке пока нет в продаже, а значит, и отследить его реальную стоимость невозможно. Таким образом, по утверждению журналистов, в карманах чиновников с погонами может осесть 1 миллиард коррупционных гривен. Масштабную аферу с землей раскрыли в Харьковской области. Речь о живописных участках на берегу Печенежского водохранилища. В схеме вывода их из госсобственности были задействованы местные чиновники, депутаты и бизнесмены. Сколько земли ушло в частные руки, расскажет Светлана Шакера. Схему выведения государственных земель в частную собственность СБУ раскрыла совместно с Генпрокуратурой. В сухом сообщении на портале Службы безопасности указано в 2014-2015 годах депутаты местных советов незаконно продали почти 20 гектаров земли на 130 миллионов гривен. Вчера проведены обшуки. Мы получили подробленные документы, которые засвечивают незаконные действия, связаны с внесением недостоверных відомостей в державный реестр речевых прав на нерухомое майно с участием посадовых людей Харьковской областной и Печенежской районной державной администрации. Схема выглядела так. Некое общество с ограниченной ответственностью взяло лес и прибрежную зону в аренду, разделило на участки и продавало по 1000 долларов за сотку. Идеальная схема. Никаких тебе решений, сессий, подкупов и подделок. Изменения вносились прямо в госреестры. Продавали эти земли громадянам, которые там здействовали особистое господарство, реализовывали планы щодо буденства житла и других объектов. Кто стоял во главе пирамиды, в ГПУ не говорят. Тайна следствия. В Харьковском антикоррупционном центре рассказали, кому местные советы отдали рекреационные земли. В 2006 году Печенюшская РДА, районная державная администрация, передала в аренду 9,9 гектарей из этих земель в аренду ТОВ-ЛИС-2003. Эта земля фактически в субаренду передала ТОВ-ЛИС-2003, передала в аренду кооперативу удачному Соснова бухта. Соснова бухта принадлежит крупному харьковскому бизнесмену и бывшему полковнику милиции. Купить у них участки на живописном побережье Печенек можно и сейчас. В червеном все пропродано, все зарезервовано, и только зеленым, 7-8 земельных делянок залишилось, какие еще в Вильне. Вот, например, земельная делянка фактически там коштует 25-28 тысяч, на поделении все практически на 5-6 соток. Мы позвонили в Печенежскую райгосадминистрацию, хотели спросить, как так произошло, что у них под носом распродавались государственные рекреационные земли, но с руководством РГА нас так и не соединили. Михаил Анатольевич, на выезде, но его сегодня был, да. За злоупотреблением властью чиновникам грозит до 6 лет тюрьмы. В Генпрокуратуре пообещали довести это дело до суда. Светлана Шикер, Александр Яновский, подробности, телеканал Интер Харьков. И снова вверх. Тарифы на тепло могут повыситься. Об этом заявили в нацкомиссии, отвечающие за регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Расценки на тепловую энергию для бюджетных учреждений в среднем могут увеличиться почти на 22%. Практически настолько же вырастет тариф для бизнеса. А вот религиозных организаций нововведения не коснутся. Впрочем, им все равно придется платить больше, но уже за горячую воду. Например, в Киеве расценки для них возрастут на 0,3%. А для всех остальных, кроме населения, и вовсе на 20%. Практически до 74 гривен за один кубометр. Причина очередного тарифного скачка повышение цен на природный газ. В Украине есть все условия для производства техники и отечественного машиностроения. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман во время визита на завод Автокрас и Крюковский вагоностроительный завод в Кременчуге. Со своей стороны пообещал разработать новые механизмы поддержки украинских предприятий, чтобы те могли производить конкурентную продукцию. В Украине сократилось производство и потребление хлеба. За последние 4 года по данным Госстата показатели упали на 15%. Одним из самых провальных оказался октябрь этого года. Эксперты говорят, показатели довольно странные, ведь традиционно хлебобылочные изделия теряют популярность у населения при стабильно растущих доходах, чего в Украине не наблюдается уже несколько лет. Поэтому причиной сокращения потребления может быть демографии. Повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен лишь первый шаг на пути к европейским стандартам. Самое главное обеспечить беспрепятственную работу для бизнеса. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин во время своего визита на предприятие по производству фанерных плит в Киеве. Этот завод один из немногих столицы успешно работает на экспорт и приносит стране валюту. Но из-за постоянных земельных конфликтов со стройщиками производство может остановиться. Нардеп пригласил коллектив приехать на акцию протеста организованную профсоюзами. Я приглашаю людей труда приехать со всех концов нашей страны. Я обращаю внимание киевлян на необходимость быть 8 числа с утра под парламентом с тем, чтобы мы сделали первый серьезный шаг для повышения минимальной зарплаты. Уверяю вас после этой победы будут новые и мы вместе добьемся европейской заработной платы. А со временем европейской пенсии. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Вторая свалка. В каких мусорных схемах львовяне подозревают мэра с подчиненными? Выбери меня. Дональд Трамп назвал четырех кандидатов на пост нового госсекретаря США. Президент Украины присвоил батальону нацгвардии имя героя Украины Сергея Кульчицкого. Батальон оперативного назначения 27-й бригады создан из членов самообороны Майдана. С первых дней войны был в самых горячих точках это попасная дебальцева станица Луганская Углегорск. В боях потерял 25 военнослужащих. Погиб и командир генерал Сергей Кульчицкий. В мае 2014-го в Славянске его вертолет сбили неподалеку от горы Карачун. В честь командира офицеры и решили назвать батальон. Сегодня всех бойцов наградили медалями за мужество. Я витаю особый склад батальона имени героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого с вручением відзнаки. Я бажаю, чтобы кожен нас на своем месте щоденно наближивал ту мету, заради якою отдали свое життя сотни воинів гвардейців. Міцна незалежність і процветання української держави, щастя і добробут її народу. Найвища відзнака батальйону, оскільки за 25 років існування незалежної української держави, вперше бойовий батальйон отримав окремий бойовий батальйон, окремав свій штандарт. І знову ЧП под Одесой. В цей раз на военном полигоне. Не разорвавшуюся гранату взрывотехникам пришлось извлекать прямо из рук солдата. Как она там оказалась і чим все закончилось в репортаже наших корреспондентов. ЧП разорвавшуюся На місце прибыли взрывотехники управления Одесской полиції. Говорят, подобное они видели впервые в своей практике. Пришлось оперативно решать, как действовать в такой нестандартной ситуации. Облужили бронезащиту, которая у нас имеется, плюс воспользовались бронежилетами, которые находились на полигоне военнослужащих. Сам курсант 18-летний Михаил все это время, несмотря на сильную боль, вел себя очень мужественно, говорят военные. Через час взрывотехники гранату извлекли и уничтожили тут же на полигоне. Конечно же, многое зависело от него, от его действий. Он держался очень стойко, как настоящий десантник. Михаила прооперировали. Благодаря профессиональной работе хирургов кисть удалось сохранить. Почему спусковая система гранатомета сработала преждевременно, теперь будут выяснять в ходе расследования полевые занятия курсантов пока приостановлены. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности телеканал Интер, Одесса. Масштабный пожар в Ужгородском следственном изоляторе. В сети появилось видео горящего здания. СИЗО находится в центре города рядом с апелляционным судом. Огонь практически полностью уничтожил крышу корпуса. Из горящего здания эвакуировали всех задержанных, в том числе пятерых женщин. Около 16 часов дня пожар локализировали. Как сообщили в областной госслужбе по чрезвычайным ситуациям, очаг возгорания находился на чердаке здания. Причины пока неизвестны. Рассматривается несколько версий. В Николаевке Донецкой области разгорается скандал. 18 декабря там должны пройти выборы местного головы и гурсовета. В оппозиционном блоке заявляют, избирательная кампания началась с фальсификацией. В начале по словам главы славянского райизбиркома представители нескольких партий среди ночи собрали заседание и сформировали избирательные комиссии. При этом представителей оппозиционного блока не пригласили. Сегодня председатель райизбиркома Роман Зенов снова собрал членов комиссии на заседании и в присутствии правоохранителей открыли сейф и обнаружили постановления, которые якобы разослали по участковым комиссиям. Они были без номеров и печатей. Комиссия не работает. То есть мне передали физически только одну печать, ключи и документация как сослов находились в сейфе. Три дня не может начать работу комиссии. Будут писать письма целых на замену чтобы политические силы, которые делегировали свои представители в эту комиссию, они просто заменили. Мусорный вопрос опять вывел жителей Львова на акцию протеста. Люди встретили в штыки идею запустить линию по сортировке отходов прямо в городе. По задумке после сортировки мусора, который необходимо вывозить на свалки, его станет меньше. Что же стало камнем преткновения в этот раз? Знает Галина Якушко. Полдесятого утра возле Львовской мэрии сотни жителей микрорайонов Ресное и Белогорща. Мы не штурмуем, ничего не делаем, но мы честно озвучим наши вымоги. Правильно? На сессию Гарма и Раджум. Мы сметярцы в межах места. Давайте Раджум. Мы Гарма и Раджум. Депутаты Горсовета собираются на сессию. На повестке вопрос выделения 10 гектаров земли между Ресным и Белогорщей. Там и хотят оборудовать линию по сортировке отходов. Жители против, уверены, просто под их окнами вырастет вторая Грибовицкая свалка. В документы закралась опечатка. Сортировочная линия займет всего 1 гектар, а не 10. и она не выйдет за пределы территории бывшего завода Сильмаш, уточняет новый начальник департамента ЖКХ Сергей Бабак. Вот эта территория, где и планируют сортировать мусор через разбитые окна заброшенного помещения, видны уже установленные новенькие станки. Чтобы скрыть их, окна наспех замуровывают каменщики. Сказали мне, что не можно пускать. Не пояснили. Не пояснили. Все до побачки. Пикет подействовал. Депутаты отложили рассмотрение вопроса выделения земли под сортировочную линию. Люди разошлись, поставили властям ультиматум. Если в перспективе хотят его рассмотреть, то сначала это все пойдет по комиссиях, как должно быть. Выступит представитель ЛКП, скажет, что они там хотят прессовывать. Потом происходят громадские слушания. Сам мэр Андрей Садовый вообще умыл руки в истории с выделением земли под сортировочную линию. На сайте горсовета появилось его заявление, мол, никаких свалок и полигонов во Львове быть не может, а обустройство сортировочной линии вообще никакого отношения к мэрии не имеет. Это частная инициатива, о суде которой плохо проинформировали население. А вот в областной администрации видимо придумали как утереть нос мэру Андрею Садовому. Чиновники нашли словацких инвесторов, которые готовы забирать и перерабатывать львовские отходы у себя в стране. Правда пока это только разговоры. Когда же дело дойдет до подписания договоров неизвестно. Галина Якушко, Юрий Голубинко, подробности телегонал Интер Львов. Старопечатанную книгу Федорова Апостол, которую пытались вывезти в Россию, сегодня показали в СБУ. Силовики допускают, что ее могли перевозить по заказу кого-то из бывших представителей украинской власти. Кого именно в службе безопасности пока не уточняют. Найденный экземпляр книги 1637 года выпуска не из библиотеки Вернадского, а из чьей-то частной коллекции уточнили в СБУ. Ну а про пажаритета пока никто не заявлял. Украинские правоохранители вместе с международными коллегами ликвидировали преступную киберсеть. Операция проходила одновременно в 30 странах. Преступники через вирус, которым заразили миллионы компьютеров, собирали пароли к банковским счетам и электронной почте. Расследование этого дела начала Германия 4 года назад. Оказалось, в группу входили 27 человек и треть из них украинцы. Всего задержали пятерых, остальных объявят в международный розыск. Организатор сети украинец его на днях задержали в Полтаве. Великолепная четверка. Дональд Трамп уже на будущей неделе пообещал назвать имя нового госсекретаря США. А пока определил четырех основных кандидатов, из которых и будет выбирать. Кто они, как могут повлиять на политику Белого дома и у кого самые высокие шансы получить кресло. Об этом из Вашингтона Дмитрий Анопченко. Пауза затянулась. Дональд Трамп практически со всеми кандидатурами в своей команде уже определился. И министр финансов недавно назвал, и министра торговли, и главу разведки выбрал. Вот только госсекретаря все никак не назовет. Но точка будет поставлена уже на следующей неделе, выяснила авторитетная The Wall Street Journal. По данным издания, Трамп до сих пор раскладывает кадровый пасьянс. Но в колоде у него осталось лишь четыре карты. Его ближайший советник и старый друг экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, конкурент Обамы в президентской гонке 2012-го Мит Ромни, влиятельный сенатор Боб Коркер и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус. В каждом из этих четырех случаев есть свои за и свои против. Те, кто лоббирует одного кандидата и категорически не приемлет другого, поэтому выбор государственного секретаря Соединенных Штатов это сейчас искусство компромиссов. Казалось бы, Мит Ромни идеальный кандидат. Авторитет среди республиканцев поможет обеспечить поддержку Сената любым инициативам Трампа. Поговаривали, что новый президент склоняется именно к этому выбору. Но возмутилась команда Трампа. Экс-руководитель его избирательной компании Киллиан Конвей заявила, нужен более лояльный человек. А политик, отказавшийся от этой должности Ньют Гинрич и вовсе сказал, если Ромни сам хотел быть президентом, когда он поедет за границу, он будет не госсекретарем Трампа, а сам себе госсекретарь. После этого Димаша шансы Мит Ромни резко уменьшились и все вспомнили о других возможных претендентах на эту должность. В частности, о влиятельном Сенатаре Бобе Коркере или экс-директоре ЦРУ Дэвиде Петреусе. Коркер для Киева был бы лучшим вариантом. Председатель Сенатского комитета по иностранным делам, человек, который следил за конфликтом на Донбассе, известен как сторонник жесткой линии в отношении России, он отличный исполнитель воли президента, но при этом у него всегда есть собственное мнение. А вот генерал Петреус, человек военный и этим все сказано. Командовал войсками в Афганистане и Ираке, координировал но подал в отставку после сексуального скандала. Для Трампа на этом посту он был бы тяжелой артиллерией, но дипломатического опыта Петреусу явно не хватает. Ну а четвертый претендент на эту должность знаменитый Руди Джулиани, человек, фамилия которого традиционно фигурирует во всевозможных списках кандидатов на всевозможные государственные посты. Но для него как раз важнее хорошее отношение с Трампом, чем формальное наименование его должности. В штабе Трампа признаются, новый президент назначит Джулиани госсекретарем, только если не остановится ни на ком другом. А Джулиани на какую только должность не сватали и генпрокурора, и советника по национальной безопасности, и того же госсекретаря. Сам он, похоже, готов работать на любой позиции. Кто из этой четверки в итоге станет главным дипломатом Америки, гадает вся страна. Хотя, возможно, Трамп в очередной раз всех удивит, в последний момент назвав еще одну новую фамилию. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Ужасы детского футбола. В Британии набирают обороты скандал с расцвлением малолетних игроков. Сотни мальчишек стали жертвами домогательств тренеров, в том числе знаменитых клубов. И только теперь виновные могут понести наказание. Оксана Кундеренко о спорте без правил. Одно интервью, один человек, одно мучительное признание. Невероятных сил стоило профессиональному футболисту Энди Вудварду перед многомиллионной зрительской аудиторией говорить об ужасах, которые пережил в детстве. Вы очень смело поступили. Знаете это? Мне пришлось одному через все это пройти. Это так сложно. Несколько лет он терпел домогательство от тренера Барри Беннелла, который угрожал парню изгнанием из клуба. Оказалось, таких мальчишек десятки. Признания посыпались как лавина. С каждой минутой дело набирает обороты. Буквально за сутки я получил столько звонков, столько поддержки. Многие, благодаря тем, кому хватило сил признаться, собираются с мужеством и начинают говорить об этом сами. Беннелл уже был осужден за растление несовершеннолетних. Ему запретили любую тренерскую и футбольную деятельность. И вот теперь снова открыли уголовное дело. Провели обыски в доме и вызвали в суд. Заседание через две недели. Для нас важно, чтобы виновные получили наказание, ведь насильники, о которых идет речь, могут быть на свободе и могут продолжать свое черное дело. Гой и тренер не один такой. Немало наставников и агентов во время сборов или других поездок растлевали своих подопечных. Не просто приставали, насиловали. Масштабы скандала огромны. Замешаны ведущие клубы премьер-лиги. Даже футбольная ассоциация признала проблема острая. Мы очень быстро начали действовать и сотрудничать с полицией, чтобы не затягивать расследование. Еще договорились, что не будем общаться с жертвами и дадим следователям работать с ними напрямую, не вмешиваясь, чтобы избежать спекуляций. На горячую линию, которую специально открыли для жертв подобного насилия, поступило почти тысячи звонков. По их результатам завели десятки уголовных дел. Даже FIFA не смолчала, призывает расследовать преступления. Возможно, скандал в Великобритании только вершина айсберга. Что творится в других странах, еще предстоит выяснить. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин подробностям британской обороте телеканала Интер. Кто в США сорвал джекпот в 420 миллионов долларов, за сколько продали раритетный револьвер и чей инстаграм самый популярный в мире? Об этом вы не только узнаете из нашего международного обзора. В Нью-Йорке зажгли главную елку Соединенных Штатов. Возле Рокфеллер Центра собрались тысячи американцев. Праздничные дни зажег мэр Большого Яблока Билл Ди Блазио вместе с актерами Аликом Волдуином и Кейт МакКином. Перед гостями выступали популярные артисты, традиционно пели рождественские новогодние песни. В этом году главную елку Америки привезли в США стало известно имя победителя лотереи Powerball, который сорвал джекпот в 420 миллионов долларов. Оказалось, что счастливчиков аж 20 человек. Все они работники автомобильной фабрики в штате Теннесси. Купили выигрышный билет в складчину. Одна из них Эми Анил рассказала, долго не могла поверить, что это не сон. Приз в 420 миллионов попал в десятку крупнейших джекпотов в истории лотереи. Ангелы Виктория Сиклет представления на сцену вышли 50 девушек. В выставочном зале Большого Дворца показали 82 наряда в разных стилях. В перерывах и во время дефиле гостей развлекали Леди Гага, группы The Weeknd и Бруно Марс. В последний раз Ангелы Виктория Сиклет были во Франции 16 лет назад. Тогда показ прошел в Каннах. 430 тысяч евро за раритетный пистолет. За такую сумму на аукционе продали револьвер, из которого французский поэт Поль Верлен выстрелил в своего любовника Артюра Рэмбо. Последнего пуля лишь ранила. За время реабилитации он написал книгу «Одно лето в аду». Произведение принесло Рэмбо мировую славу. А вот Верлен попал на два года за решетку. Самый популярный инстаграм в мире у Селены Гомес. На данный момент на аккаунт 24-летней артистки подписаны 103 миллиона пользователей. Уроженка Техаса, певица, актриса, композитор, продюсер и дизайнер. А еще модель, филантроп и посол доброй воли Юнисеф. В 2012-м по версии журнала «Гламур» Гомес признали женщиной года. Сатира на экспорт. В Германию в продажу поступила немецкая версия скандального сатирического журнала «Шарли Эбдо». В дебютном номере начались карикатур на Ангелу Меркель. Удалось ли немцам оценить французский юмор? Расскажет Татьяна Лугунова. Скандальный «Шарли Эбдо» уже в Германии. Сегодня утром в продажу поступил дебютный номер немецкой версии самого неоднозначного сатирического журнала Франции. Карикатуры, которые одни считают остроумными и смелыми, а другие оскорбительными и безвкусными, теперь могут оценить и немецкие читатели. На обложке первого номера конечно же Ангела Меркель. Канцлер лежит на автоподъемнике, а рабочий концерн «Фольксваген» того самого, который попал в громкий эмиссионный скандал, приговаривает. С новой выхлопной трубой можно руководить страной еще 4 года. Меркель на рекламе журнала, которую можно увидеть в немецких газетных киосках. На карикатуре канцлер сидит на унитазе и читает Шарли Эбдо. Подпись гласит «Освобождает» теперь в Германии. Немецкую версию редакция Шарли Эбдо решила выпустить из-за популярности издания в этой стране. У журнала есть местный шеф-редактор некто под псевдонимом Минка Шнайдер. А вот карикатуристы и переводчики французы и работают в офисе в Париже. Такое не в моем вкусе. Я не куплю. Одним нравится, другие считают оскорбительным. Лично мне нравится. Каждый должен сформировать собственное мнение. Тираж первого издания 200 тысяч экземпляров не исключено, что в будущем его увеличат. Если, конечно, немцы оценят французский юмор. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей. А завтра не пропустите информационный вечер с Алексеем Лихманом. Я желаю вам всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин